Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас видеть на канале Чувство Знания Виталия Рафеева. Мне бы хотелось сделать небольшое приложение к предыдущему видеоролику, который назывался «В активном поиске», и там тема была «Как найти, встретить своего настоящего мужчину». И к этому видеоролику мне хотелось добавить это приложение, потому что надо проиллюстрировать эту методику, эту концепцию встречи, попадания в события. Именно хотелось ее сделать на примере очень известной и хорошо известной вам сказки, которая называется «Золушка». И вы такие подумаете, что там ничего интересного, в этой сказке нет. Но тем не менее, эта сказка сохранилась на многие-многие годы, многие даже века в памяти людей, и в той или иной интерпретации сюжет ее несколько меняется, но тем не менее, сохраняется до наших дней. И мы ее знаем под авторством Шарля Перро или братьев Гриммтон, или других авторов. Так вот, я не буду долго тут какие-то пафосные речи произносить. Я вам по-простому сейчас расскажу, о чем эта сказка. Итак, сюжет сказки очень простой. Очень такой богатый, состоятельный мужчина, уже имеющий положение в обществе определенное. У него происходит в семье такая трагедия. Умирает жена. Жена, причем очень такая красивая и добрая женщина. И она оставляет ему дочь. Золушка там, девушка-героиня, у которой по сюжету отец женится на сварливой женщине, даже такой злонамеренной, как бы там представляет, которая имеет дух взрослого дочерей. Ее практически там, ее ровесница. То есть этот вопрос сразу в голове возникает, почему богатый и обеспеченный мужчина женится на женщине, зрелой женщине, имеющей двоих дочерей. Так вот, мы сразу здесь на этом вопросе остановимся. Ответ на этот вопрос очень простой. В сказке об этом, конечно, не говорится, но мы его должны понять сразу. Потому что богатый мужчина не имеет социального статуса высокого. А в том обществе было важно, кроме того, чтобы ты имеешь материальное богатство, войти в высшее общество. Чтобы войти в высшее общество, у тебя должны быть родовые признаки. То есть у тебя должен быть большой род, знатный какой-то. Ему хочется развиваться и развивать свой социальный статус в обществе, то есть подняться в высшее общество. Но он делает это не ради себя, безусловно. Он это делает ради дочери. Так как понимает, чтобы дочь вышла замуж, недостаточно иметь много денег отцу. Для того, чтобы в обществе дочь нашла хорошую партию, нашла себе достойного жениха и мужа, ей нужно иметь именно родовое имя. Именно поэтому он для этой девушки все делает, чтобы у нее появилось такое родовое имя, чтобы появилось родовое имя. И вынужден терпеть, как в сказке говорится, сварливая жена новая, мачеха. Так вот, эта женщина является достаточно серьезным подспорьем нашей Золушки в том, чтобы она именно состоялась в ее счастье с этим принцем. И я хотел бы остановиться на этой героине, вот этой мачехе, которая не совсем проста. Там говорится, что она сварлива, что она там много принесла этой девушке-золушке проблем, как говорится. Но тем не менее, эта именно мачеха, именно ее линия поведения является основополагающей для составляющей будущего счастья нашей героини Золушки. Почему, спросите вы? Я вам отвечу очень просто, потому что эта женщина принесла в эту семью, ее отцу и этой Золушке, принесла родовые правила, родовые секреты, родовые законы, по которым она заставляет, принуждает жить ее отца, то есть мужа своего, и, соответственно, нашу героиню Золушку. И мы видим, что Золушка вынуждена с самых низов начинать познавать эти родовые правила, родовые законы, и когда на нее возлагается те или иные черная работа, совершенно не... То есть мы не можем это понять, как это в таком обеспеченном доме, богатом нет, что ли, слуг, чтобы они выполняли такую грязную какую-то работу, там, перебирать зерна, там, еще что-то делать, там, и тому подобное. Нет, она именно занимается воспитанием нашей героини Золушки, воспитанием именно родовым, следованием родовым правилам, законам. И это очень важно для того, чтобы эта Золушка в дальнейшем попала в событие, в событие, в котором она встретится со своим принцем, да? Очень интересная, очень интересная ситуация, что вот эта Золушка, которая имела маму добрую, красивую, имеет хорошую наследственность. Мама ей передала именно доброту, свойство быть доброй. Она просила ее, ты будь доброй, будь покладистой, будь доброй девушкой. Тогда у тебя все будет хорошо, Господь будет к тебе благоголаврит, и все у тебя получится, она говорила ей. Таким образом, девушка следует этим двум главным вещам, законам доброты, добродетели, и правилам поведения в роду. То есть, а мы знаем правила поведения в роду, это правила поведения в настоящем моменте, соблюдение правил. Так вот, это для девушки, для женщины очень важно, соблюдать правила. О чем я вам и говорил в видеоролике в активном поиске. Так вот, наша героиня Золушка, что с ней происходит в дальнейшем? Именно она очень зажата в этих правилах, в этих тисках, вплоть до того, что она сидит на ящике с Золой возле камина, и поэтому ее назвали Золушка. И что дальше происходит? Мачеха, более того, под ее влиянием, под ее каблуком оказался отец, который не может, казалось бы, в его власти повлиять на поведение и сделать какие-то послабления для своей дочери. Но тем не менее, он знает, что это необходимо его дочери, для ее счастья. И он согласен это терпеть, согласен это переносить, именно потому, что в будущем, он же из будущего отец ее, он понимает, что она достигнет своего счастья благодаря этим правилам, которые она соблюдает в доме, которому руководит эта мачеха с ее дочерьми и сестрами. И с другой стороны мы видим принца, который также находится в таком состоянии, в состоянии очень зажатым, законом, со всех сторон рамки закона ограничивает принца. Он никуда не может выйти, ни на кого не может посмотреть, эти девушки некрасивые, эти девушки не имеют родовых признаков, и для него устраивается бал. Бал является событием. Вот в это событие они оба попадают, принц и золушка, в конечном итоге, приглашают на этот родовой такой как бы конкурс, приглашают на этот конкурс красоты, конкурс воспитания, приглашают всех именно достойных этого события, девушек и соответственных матерей. И мачеха со своими дочерьми едет на этот бал. Но предварительно золушка наша очень добрая к ним, она все терпит, она помогает им стать красивее, стать более возвышенной, проявить свои лучшие качества. И они уезжают на бал. Вот. До этого момента очень все замечательно, казалось бы, простой такой пояс, даже рассказ такой. И потом вдруг возникает волшебница, или волшебное дерево, или еще там подобное. То есть волшебные птички там еще есть, или вот эта крестная мать, которая вдруг приходит и говорит, я тебе помогу, не проблема, давай я тебе сейчас сделаю, у тебя хорошее платье у тебя будет, у тебя будет повозка, карета и тому подобное. И значит, и ты тоже окажешься на этом балу. Так вот, этот результат, первичный результат проявления добросердечия, доброты, терпения нашей героини Золушки, что у нее, она способна управлять пространством и временем. То есть, она соединяет пространство и время, и вот это чудо происходит. Чудо, когда время способно заменить пространство, и люди что делают? Они видят иллюзию, иллюзию, чудо видят, что она была заморажка босоногой, оказалась она принцессой, и эта принцесса едет на великолепной карете золотой к принцу, и он ее там уже ждет, то есть, он ждет этого чуда, он ждет этого чуда, и ждет этой неизвестности. Он ее встречает там, угощает ее апельсинами, она делится апельсинами с сестрами, но это все имеет смысл. Но мы об этом смысле с вами сейчас говорить не будем. Я лишь вам именно иллюстрирую, что эта сказка показывает, что соблюдать правила необходимо, если вы хотите попасть в событие, в котором находится ваш мужчина, который сам находится под сенью закона. Это главное правило. Если вы хотите попасть в такое событие, вы соблюдаете правила. Вы как можно сильнее аскетизмом, а не такое современное слово, аскетизм, более того, там секрет какой там есть. Это Золушка, что она сделала? Она пожертвовала своей красотой. Эти важные вещи, жертвы красоты, добродетель, терпение и соблюдение правил, четыре вещи уже мы знаем, да, привели ее к чему? К участию в событии, в событии, на котором именно она встречается со своим принцем. поэтому я благодарю вас за внимание этому большому небольшому моему ролику, спичу, который является провожением к предыдущему видеоролику, которому называется «В активном поиске», где я рассказывал о концепции, как встретить своего мужчину, не затрачивая при этом много бестолковых усилий, а именно сосредоточиться на соблюдении правил, на соблюдении именно добродетели, чтобы попасть в событие, в котором находится ваш мужчина. Все вы сделаете правильно и вы найдете своего принца. Поэтому благодарю вас за внимание. Ну, в общем, пока. Пока.